Научный метод Казалось бы, речь не идет уже о знаниях, но только о рассмотрении нашего мира, как окружающего, так и находящегося внутри нас. Но дальше авторы пишут. Структуру современного научного метода, то есть способа построения новых знаний, оказывается, это была оговорка, научный метод все-таки дает нам знания. А в чем же он заключается? Нам нужно непременно усвоить это, ибо если хотите понять науку, вам необходимо в обязательном порядке освоить научный метод и строить свои гипотезы и теории, следуя его правилам. Их, к счастью, немного. 1. Наблюдение факторов и измерения, количественное или качественное описание наблюдений. В таких описаниях с необходимостью используются различные абстракции. 2. Анализ результатов наблюдения, их систематизация, вычленение значимого и второстепенного. 3. Обобщение и формулирование гипотез, теорий. 4. Прогноз. 4. Формулирование следствий с предложенной гипотезой. 5. Пятое и последнее. 5. Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента, по терминологии Карла Поттера, критического эксперимента. Здорово, правда? Наука имеет дело только с объективными, проверяемыми знаниями. 6. В чем разница между объективным и субъективным знаниями? 7. Если вы любите своего ребенка или обожаете играть на пианино, вы знаете это? 8. Конечно. Но с точки зрения науки это знание субъективно. 9. Его нельзя измерить. Невозможно подтвердить или опровергнуть экспериментально. 10. Знание вроде бы есть, оно несомненно. 11. Однако не относится к категории знаний научных. 11. Оно существует, но вне науки. 12. Для настоящего ученого его как бы и нет. Вспоминается брошюрка советского периода, когда официальная наука боролась с модными философскими течениями Востока, в частности с йогой. 12. В этой брошюрке было написано, путем совнушения и специальных упражнений йог впадает в состояние блаженства, увы, мнимого. 13. Вот это научный подход. 14. Ненаучное блаженство было у йогов. 15. И не научна моя любовь к ребенку или ребенка к матери. 16. Мое знание о моих чувствах не может быть подтверждено научно, поэтому к настоящей науке отношения не имеет. 16. Ибо сказано, важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью любой науки является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. 17. Не должны приниматься на веру какие-нибудь утверждения, даже если они исходят от авторитетных ученых. 17. Это, в общем-то, правильно. 18. Авторитетные ученые, начиная с Аристотеля, столько непоколебимых мыслей надумали, что заставили весь мир идти по неверному пути столетиями. 18. А кто же такие ученые? 18. Эгерная субъективная среда адnessа 19. Эгерная субъективная субъективная планица 19. Эгерная плаща